Алексей Ильич, Как христианское богословие смотрит на существующий в науке антропный принцип, утверждающий то, что Вселенная создана для человека? Первое, что можно сказать, что наука не утверждает этого, сама по себе наука, что мир создан для человека. Антропный принцип — это понятие, которое возникло в результате все более глубоких исследований природы, как мегамира, так и микромира. И здесь открыли просто удивительные вещи, ту поразительную целесообразность, которая существует в устройстве нашего мира. Но выводы из этого, конечно, могут быть весьма различными. Для позитивиста это является просто свидетельством наличия интеллекта, как говорил Эйнштейн, в нашем мире. Но этот интеллект можно понимать весьма по-разному. Его можно понимать как присущие из начала материи, тем более уже сформировавшейся Вселенной, законы. А можно, конечно, и как мне кажется, не только мне кажется, а множество ученых кажется, что это является свидетельством какого-то личностного разума, то есть того интеллекта, который в религиях называется, именуется Богом. Но если говорить по существу с точки зрения богословия, что дает нам этот антропный принцип, и о чём он свидетельствует, то я вам должен сказать, что ещё давным-давно, с незапамятных времён, скажу даже, с дохристианских времён, существовало рассуждение, которое впоследствии оформилось в понятие телеологического доказательства бытия Божия. Телеос – это слово телео, греческое слово, телеос – это значит доводящее до конца, до совершенства. Так вот, это так называемое телеологическое доказательство бытия Божия или принцип, принцип подхода к изучению вопроса бытия Бога. То есть это принцип каков? Окружающий наш мир, так и внутренний мир человека с потрясающей силой свидетельствует о его разумности этого мира, внешнего и внутреннего. Ну вот, как правило, конечно, богословы всегда ссылались на эту красоту мира, а наука всё углубляет всё большее постижение этой красоты, и рассматривали это как один из очень серьёзных и сильных аргументов, свидетельствующих о бытии Бога. Ибо вероятность того, что источником является личностный разум, неизмеримо больше вероятности того, что всё это произошло случайно. Вот чашечки весов. Итак, где больше гирька? Вот такова ситуация. Так что антропный принцип, он сейчас, конечно, довольно многих учёных просто заставляет всерьёз задуматься над проблемой бытия Бога. И многих, надо сказать, приводил и приводит к признанию этого. Вселенная создана для человека в том смысле, что он должен её потреблять нещадно или в каком-то другом? Вот два подхода мы и видим. Два подхода к пониманию этого вопроса. Когда читаем библейские строки, что человек должен обладать Вселенной. Западный подход, я бы сказал, изначально, особенно в Средневековье, раннее Средневековье, в эпоху особенного возрождения, затем гуманизма, характеризуется, можно сказать, почти доминирующим, по крайней мере, воззрением и трактовкой этого положения, как именно господством, безраздельным господством человека над миром и, отсюда, потребительским отношением человека к природе. Вот где истоки, если хотите, того экологического кризиса, с которым мы сейчас столкнулись. Потребительского отношения. Восток православия, я бы сказал так, всегда характеризуется совершенно другим подходом. Мир, окружающий мир, это есть не что иное, как продолжение нашей плоти, моей плоти. Я свою плоть не буду избивать, калечить и рассматривать ее, как нечто чуждое мне. Мир, окружающий, не чуждое мне, это мое тело, продолжение моего тела, и поэтому я и должен, соответственно, к нему относиться. Как? Так, как к своей плоти. То есть обладание этим миром, возделывание его, оказывается не тем, что мы называем словом покорение, познаем законы природы, покорим природу и станем в ней богами. Нет, нет, это моя плоть. Это то, что я называю даже «я», и поэтому отношение к этому должно быть совершенно иным. Каким? Совершенно понятно. О, если бы только этот православный принцип был бы средоточием сознания тех, кто изучает природу и кто пытается сделать ее служанкой человека. Тогда, я думаю, что не было бы, наверное, экологического кризиса. По крайней мере, в той мере, в которой мы его ощущаем сейчас. До грехопадения человек был призван стать подобным по благодати Богу. И если Вселенная — это продолжение плоти человека, то благодать через человека распространялась на всю природу. Но произошло грехопадение. Человек совершил грех. И ведь все расстроилось. Видите, как логично. Если это моя плоть, все понятно. Почему все расстроилось? Если это не так, странно. С чего бы расстроилась Вселенная, когда согрешил человек? Непонятно. С православной точки зрения совершенно однозначно. Смерть вошла в мир. Кстати, вы затронули интересный вопрос о человеке до грехопадения. И вот, к сожалению, то, что мы находим у отцов, мы практически не находим в богословии. А мысль потрясающая, я вам скажу, и глубочайшая. Мысль о том, утверждение даже святых отцов о том, что человек, его тело, вот это материальное тело, было духовным. Материальное тело было духовным. Причём каким? С какими свойствами? Он был бесстрастен, то есть не было никаких потребностей. Вы слышите? Никаких потребностей. Не было потребностей даже в кофе. И то не было потребностей. Представляете? Не было. Нет. Нет. Это вот неверное наше понимание. Слов, когда Господь сказал, что ешь от всякого плода, а только от плода древа, иди в кушай. И мы думаем, значит, он съедал там другое, третье. Ничего подобного. Во-первых, надо понять, что это выражение, которое никак нельзя принимать буквально. состояние до состояния райское, состояние того мира, мы не можем описать теми понятиями, которыми пользуемся сейчас. Вы же слушайте, даже в описании этого мира, который открывается сейчас в нашей науке, хотя бы микромиры, и то мы не находим слов. У Гейзенберга, творца квантовой механики, одного из творцов, находим потрясающие слова, что значение всех понятий и слов, которые образуются в результате общения, контакта между нами и окружающим миром, познаваемым миром, не могут быть точно определены. Поэтому с помощью рационального познания мы никогда не можем прийти к абсолютной истине. Это пишет кто? Гейзенберг. Кстати, Семён Новый Богослов, который квантовой механики никак не знал, скончался, видите ли, в начале XI века, что писал. Я оплакивал рот человеческий, так как, исчая необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что ими они описывают божественное естество, которого никто, ни из людей, ни из ангелов, не мог ни понять, ни наименовать. Поэтому вот эти библейские слова, которые мы встречаем там, что ешь от всякого плода и так далее, они носят характер образный, применительный к восприятию человека. На самом деле, я бы вам мог привести очень много, много высказаний святых отцов. В чём их суть? Плоть человека была духовной. Питался он чем? Как Ефрем Сирин выражается, потоками или ветрами благодати. Питался ими. Одевался чем? Славою благодати. Помните? Он не знал, что он нах. Это мы сейчас нах подруг грубые, плоть-то наша. Не было, плоть была совершенно другой. Не было никаких даже эмоций и чувств в связи с этим. Плоть была духовной. Что отсюда следует? Интереснейший же вопрос. Кстати, который довольно часто задают. Вот, помню, не так в Нижнем Новгороде я был, там в университете выступал, и студенты задали вопрос. Ну вот как же религия утверждает, что смерть вошла в мир в результате греховодения человека? А наука ясно показала, что ещё задолго до человека были саблезубые какие-нибудь там тигры вот с такими клыками, которые никак не могли, эти тигры, питаться травкой. Ясно могли чем питаться. И верно? Я знаю, что мы утверждали, а объяснить не могли. Почему? Забыли о важнейшем, одном из важнейших положений, что это плоть, наша человеческая, наше животное, растительное. Наш мир был духовным. У Игнатия Брянчанинова, это замечательного, я бы сказал, подвижника до XIX века, это просто нашего учителя, которым мы должны, так сказать, ну, вечно благодарить. Он пишет, увы, дар произносит с восклицательным знаком, увы, мы совсем даже не знаем и забыли о том, что наше тело, подчёркивает тело, может иметь духовные переживания. Не душа, не дух, а тело может иметь духовные переживания, которые в неизмеримой, большей степени, приносят человеку, выразимся грубым нашим словом, наслаждение по сравнению со всеми животными, наслаждениями, биологическими. Так вот, оказывается, какое дело. Так что человек и Вселенная, и весь этот мир были духовными. Ещё одно замечание. Мы всё время рассматриваем так и говорим так. Человек был создан, вот он, и он находился с Богом. Забываем о том, об очень важном положении, антропологическом, фундаментальном положении христианства, которое великолепно выражено святителем Григорием Паломой. Он говорит, Бог есть и называется природой всего сущего, всего существующего. И всё существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. То есть, что из этого следует? Не было Бога, и который Он создал человека, как две реальности. Нет. И быть такого не может. Всё богочеловечно. Он был создан богочеловеком. Не в том смысле, в котором Христос показал полноту этой богочеловечности. Нет, нет. Нет человека самого по себе без сопричности, в частности Богу. В этом смысле Он богочеловечен. И вот отсюда можем понять, что означает, ну, теоретически, что можем понимать, когда говорим о духовности даже плоти человека. То есть, Он был в особом соединении с Богом. Эту особенность Он потом потерял в грехопадении, в результате чего Он стал великолепный. Великолепный концентрированный высказание преподавателя Максима Исповедника. Он стал смертным, тленным, страстным, неукоризненными страстями и весь окружающий мир. Вот когда у саблезобого тигра проснулся инстинкт, и тут же береги все окружающие твари, растерзает. Если человек был сопричастен к Богу, почему он согрешил? Первое, что я хочу сказать, что когда мы ставим вопрос к свободе, почему, и тем самым перечеркиваем понятие свободы. Говорим почему, значит, какие были причины. То есть, уже не свобода. Вся суть понятия свободы чем характеризуется? Тем, что человек как личность может начинать ряд действий не почему, а потому, что я так хочу. В этом суть свободы. Когда почему, что вызвало, что на меня подействовало, почему я выскочил из этой комнаты и побежал, мне сказали, что тут пожар, это не свобода уже. Это уже, по крайней мере, далекая от полноты свобода. Свобода. Свобода – это возможность начинать действия, независим ни от каких причин, а от самого себя. Это вот первое положение. А, как мы знаем, по христианскому вероучению, человек был создан свободным. И он был образом Божиим. И поэтому он уже мог, мог поступить и так, и иначе. Теперь, другой вопрос. Все-таки мы скажем, да, уже если не почему, как обуславливающий его свободу, а как понять этот свободный акт. Вот в этом плане уже мы можем тут, так сказать, размышлять. Ну, можно это ответить таким образом. Опять-таки обращаемся к Библии. Человек нарек имена всем скотам. Что это означает? Первое. он следовательно по терминологии изначально и до сего времени идущий. Наречение имен означает познание сущности вещи. Это первое. То есть человек обладал полнотой знания этого мира по существу, по самой сути. То есть он обладал полнотой знания. Мы сейчас копаемся в разных направлениях науки. Тут-то открыли винтик, тут-то шарик, тут-то комарика и так далее. Он обладал полнотой знания. Это первое. Второе. Что означает наречение имен? Полноту власти. Власти. В рабовладельческом обществе, вы знаете, как было, когда появлялся раб, хозяин давал ему имя. Это означало, он его собственность. Видите, он обладал полнотой власти, полнотой познания. И, что уже нам может быть труднее воспринять и понять, полнотой некой славы, о которой мы сейчас не имеем представления. У нас слава – это значит, кто-то о нас должен говорить что-то хорошо. на самом деле. Слава – это некое осияние, которое было присуще, которое человек осознавал, познавал, если хотите, в хорошем, положительном смысле этого слова наслаждался. И так он обладал тремя потрясающими свойствами, о которых мы только все так можем помечтать, почесав затылок. Так? Вот это-то видение им этих вещей с одной стороны, с другой стороны, это в высшей степени важно, не имея никакого опыта, который он и не мог иметь, которого и Бог не мог ему дать, не имея никакого опыта, знания того, что я представляю собою вот это вся моя слава, знания и власть. Если Бог отступит от меня, кто я есть без Бога? Незнание этого и могло породить у него вот эту идею, которую мы называем идеей искушения, которую мы называем змием, которая выражается в словах «будете, как боги». Он возмнил себя Богом этой вселенной всего тварного. Возьмился о богом и принял эту мысль, вкусил этого. Одно дело может прийти мысль, святые отцы говорят, есть прилог, мало ли какие мысли ко мне приходят, но я их могу отогнать. Другое дело, когда я принимаю. Представляете? Так вот, человек принял эту мысль, все, вознив себя богом, он этим самым отверг бога. Вот, выражаясь нашим языком, по какой причине совершилось это. И повторяю еще раз, это очень важно. Сам бог не мог дать человеку этого опыта. Но бог знал, что будет. Поэтому нельзя утверждать то, что встречаешь сплошь и рядом в трактатах, богословских трактатов протестантов, когда неудавшийся план Божий. Ай-яй-яй. Ну, конечно, откуда же было Богу знать, что Адам падет? Ну, что? Это же немысливое дело. Это было предусмотрено планом Божиим, так сказать. Бог Господь это видел и, скажу, очень важно, без этого грехопадения человек не мог бы стать тем, к чему он призван. У святого Исаака Сирина незамечательные слова. Человек создан был в состоянии естественном, не спал в состоянии ниже естественное, призван и будет в состоянии выше естественном. Это выше естественное состояние отцы еще называют состоянием непадательным, в отличие от того состояния. А почему непадательным? По очень простой причине. Тут нам подскажет любая бабушка, обжегшись на молоке, на воду дуют. Что же произошло с душой и духом после грехопадения? А вы можете мне объяснить, что такое душа, что такое дух? Не иксли и игрек. Понимаете, мы вторгаемся в область, где у нас появляется густой туман. Эти понятия, да, они имеют место. Но как только мы коснемся их определения, то оказываемся в весьма большом затруднении. Поэтому мы можем только констатировать. Да, есть вот эти два воззрения ди и три хатомические. Но они, собственно, нисколько не противоречат друг другу, поскольку и ди хатомия, когда говорим о душе и теле, то совсем не значит отрицание духа. Ну, конечно, все это было, естественно. И многие отцы, даже говоря об образе Божьем, они прямо ссылаются на откровение Божие о Святой Троице, о триипостасности Божества и усматривают отображение этой триипостасности в человеке, в частности, его ум, рождающий по свойству своему, а не почему-либо мысль и логос, и соприсущий, исходящий из этого ума дух, то есть вот эта атмосфера человека, если хотите, моральная атмосфера, психологическая атмосфера, которая соприсуща, исходит из этого ума и соприсуща тому же и логосу нашей мысли. Вся эта атмосфера. Ведь есть же дух вещи, дух книги, дух человека, дух семьи, дух дома, дух нации, дух эпохи, это же реальность. Так вот, что это такое? Это вот это вот, вот это такое. Да, но это реальность, которая, может быть, не поддается адекватному описанию нашим. Так что, ну, конечно, естественно, это все было, но в результате грехопадения ох, это длинная тема уже, я боюсь, что мы далеко уйдем. Да, произошло не просто повреждение естества, это, так сказать, повреждение естества, но описание этой поврежденности, оно требует, так сказать, ну, более детального, да, более, описание более детального, да, вот так. Но в результате мы знаем, в каком состоянии мы теперь находимся, это мы точно знаем. В состоянии чего? То, о чем великолепно написал дедушка Крылов в своей басне, где говорит, щука, рак и лебедь. Ум говорит, вот оно, где истина и правда. Сердце говорит, нет, я хочу, тем не менее, прямо противоположного. А тело кричит, а плевать мне на вас обоих, у меня свои заботы, и расползлись все в разные стороны. Вот таково состояние наше сейчас. В науке существуют две теории, креационизма об одномоментном творении человека и эволюционизма. Как вы это прокомментируете? Очень просто. И теория креационизма, когда утверждается, что, конечно, не мгновенно был создан, может быть, человек, было шестидневное, шестидневное творение, да, и человек был создан в последний, в шестой день. Но ни теория эта, ни теория эволюционизма никакого значения не имеют для богословия. Для богословия имеет значение другое совсем. Кто является творцом человека? Сама по себе стихийная эволюция или Бог? Бог или не Бог? Для богословия вот это фундаментальный принцип. Бог является источником человека. А как творил Бог? А ну-ка, Господи, дай-ка мы сейчас что у тебя там разберемся. Я просто, я поражаюсь. Человек, который живет всего несколько, десятков лет, он не находит в себе более ценного занятия, как заниматься. А что это такой день, который Бог творил? Что это за ем? Что это эпоха, век, сутки, мгновения. Развивался человек постепенно и наконец Бог вдохнул в него душу. Это какое имеет для богословия значение? Это для ученых, для науки. Я говорю, ну кому делать нечего, можно заняться. Для богословия, простите, у меня абсолютно не важно. Есть, верно. У Серафима Саровского мы находим высказание, правда, в передаче Мотовилова. Я это подчеркиваю. Посмотрите на портрет Мотовилова и вы будете очень сдержаны по отношению к многим пересказам Мотовилова. И не только его портрет, но и описание его. Находим Феофана Затворника, пожалуйста, находим Григория Низского, находим Блаженного Августина. Мы находим у ряда отцов те мысли, которые как бы свидетельствуют о том, что возможно был процесс эволюции. Находим еще большее количество отцов, которые говорят прямо наоборот. Какое имеет это значение для богословия, я никак не пойму. Вот тут, вы знаете, я что-то весьма у меня ограниченный ум, чтобы понять это. Бог есть Творец. Как творил? Извините, мне некогда этим заниматься. Да и я уверен, что никогда этого не пойму. Это точно заведомо. Я не пойму, что такое эволюционно. Не пойму, и что значит сразу сотворил Бог. Я не могу этого понять. Так же, как не могу понять самых простых вещей. Что такое Вселенная ограничена? Можете это понять? А что дальше? Что такое Вселенная бесконечна? Ну, простите, ну, как бесконечна? Ну, где-то есть же, я не могу понять даже таких простых вещей. А тут мы лезем куда? Господи, до чего мы докатились? Ну, кстати, вот это же теория эволюции. Я просто поражаюсь, что вообще называют даже теорией это. Она же имеет настолько принципиальные, я бы сказал, изъяны, что я до сих пор не могу даже понять, как могут с ней носиться до сих пор назвать ее теорией. Где этот закон, по которому неорганическое может перейти в органическое? Найдите мне этот закон. Пусть какой-нибудь ученый скажет мне, где, когда, видели это? Ведь законы как открываются? Вот трахнул яблоко по макушке Ньютона и открыл закон. Мы назвали, ах, вон, оказывается, закон тяготения. Так, а здесь дайте хотя бы один факт. Да что ж это за теория, которую ни одного факта не имеет? Где эти переходные формы? Особенно касаемся, когда мы высших форм жизни. Где, где они? Дарвин-то надеялся, что раскопки нам откроют и покажут. Ничего не нашли. Это же потрясающий удар по теории эволюции. Что такое, в конце концов, жизнь? Что такое жизнь? Кто? Есть ли сейчас знание? Было ли оно? Нет. Сейчас есть или нет? Как это такое вдруг? Что это такое жизнь? Что это, сочетание элементов? Нет, что-то другое. Что же это другое? Не знаем. И мы после этого говорим теория эволюции. Это не теория, это мечта. Ну, гипотеза, вы же хотите, потому что назовем так громко. Но теория, теория в науке называется только то, что имеет действительно серьезнейшие факты, подтверждающие. Я вот, например, выдвинул в своих лекциях теорию, такую очень сильную и неопровержимую, что в созвездии раков борются раки. Когда, если кто-то начинает сомневаться, докажите, что не так. Докажите, что не так. Слетайте сюда, попробуйте. Кто из вас сможет? Не можете доказать, что не так. Что? Во! Вот это поистине великая научная теория. Правда, находятся скептики и говорят, а вы-то докажите, что это так. Вот я и спрашиваю, вы-то докажите, что из неорганической материи может произойти органическая. Вы-то доказали. Где эти переходные формы? Что такое жизнь? Вы слушайте, я просто поражаюсь. Причем меня очень удивляет, когда это действительно ученые мужи, по-настоящему ученые, а не какие-нибудь. Вдруг-то запросто говорят эволюция, эволюция, эволюция. Это Ярдешарден вообще с ума сошел. Я другого слова не нахожу. Наука изучает рождение тела. Что святые отцы говорят о рождении души? Сейчас я вам скажу. Коль вы затронули святых отцов, я сейчас вам приведу кое-кого, зачитаю. Послушайте, я не буду вам говорить о нескольких точках зрения, их несколько, но скажу только о той, которая с моей точки зрения является правильной. Макарий Египетский великий, который пишет в своих духовных беседах, номер 30. Отцы на земле рождают чад от своего естества, тела своего и души своей. Иоанн Дамаскин. Поскольку человек был одушевлён, имея одушевлённое семя, кстати, обратите внимание, одушевлённое семя, человек рождает человека. Семя же всходит несоздаваемое кем-либо, но повинуясь первому повелению Божию. Феодорит Кирский. Душа создана вместе с телом. Григорий Ницкий. Душа уже находится в семени. Неправильно думать, что душа произошла прежде тела или тело создалось без души. Это вам несколько святых отцов, поскольку вы упомянули о них. Вот так. А другие точки зрения существуют. Я не хочу о них говорить, потому что они, по-моему, и логически, и по существу просто неверны. Получается другое нечто. Есть вопросы, есть вопросы, на которые дает ответ само откровение Божие, сам Бог. И здесь, отцы, все единогласны. Есть вопросы, когда мы уже вникаем в те детали, которые нам совсем не нужны. Скажите, что нам для спасения, какое имеет значение, когда, в какой момент душа входит, откуда и так далее, какое это имеет значение. Мы забываем об одной простой вещи. Христос пришёл с одной и единственной целью спасения. Церковь создана с одной и единственной целью спасения. Всё богословие должно служить одной и единственной целью цели, одной и единственной указать человеку путь спасения, средство спасения, сущность спасения и так далее. Поэтому, когда, тем не менее, мы сталкиваемся с вопросами, возникающими, кстати, большей частью извне, но задают нам вопросы люди, маловерующие, подчас неверующие, и мы видим, что разрешение этих вопросов для них имеет какое-то психологическое значение, восприятие христианства и так далее, мы начинаем думать. И вот здесь-то могут возникнуть, кроме наших дум и разномыслия, разномыслия. Сопоставляя по этому различные точки зрения, мы в конце концов можем прийти и к каким-то более-менее однозначным результатам. Мне вот это наиболее импонирует, этот взгляд. Подобна ли душа человека душе животных? Ну, этот вопрос опять относится к той же самой категории. Поиграть в шахматы, это, конечно, интересно. Какова душа животных? Не знаю. Душа растений есть? Ну, да. Под душой что разумеем? Ну, вот то явление жизни, которое мы видим, и проявляется в растениях, в животных, в человеке. Но совершенно однозначно можем сказать, что, конечно же, мы же видим, даже видим, какое различие между растением и животным, между животным и человеком. отсюда мы находим у святых отцов мысль очень простую, что человек в себе содержит всю совокупность вот этой триады, или самое элементарное, растительная жизнь, затем животное, и, наконец, то, что выделяет человека из всей области живущего на земле, это его дух или его ум, или, если хотите, его нус, выражаясь по-гречески. Вот что выделяет человека. Поэтому мы называем у человека душа. В этом смысле только. Потому что, на самом деле, есть жизнь и у животных и у растений. То есть, есть некая душа, жизненная сила и там. Вот что можем сказать по этому поводу. Поэтому различие в том, что в человеке есть то, чего нет у низших тварей. Есть ли в человеке путь восхождения души к Богу? Вы хотите просто, видимо, сказать о том, что человеческая жизнь она имеет и может иметь и имеет различные степени, а может быть, и ступени духовного развития. Да. Это, конечно, факт бесспорный. Это совершенно очевидный. И мы некие проявления этого видим, особенно, когда касаемся таких состояний человека, как состояние плотское и состояние духовное, состояние, по выражению апостола Павла, ветхого человека и состояние нового человека. Здесь мы видим действительно колоссальную дистанцию, дистанцию в самом, в человеке. Ветхий человек, он, в конце концов, подобен по своей жизни в очень большой степени с животным, если хотите, с его инстинктами. Но главное, что характеризует ветхого человека, это три принципа. Три принципа, которые все входят в понятие мир с и десятиричным. В славянском языке есть два и. Есть десятиричное, есть восьмиричное. Так вот, мир, слово мирской. Эти три фундаментальных столпа, на которых зиждется мир десятиричное, да, или ветхий человек. Суть. Они великолепно показаны в искушении Христа. Их точно и однозначно выразил Иоанн Богослов. Все, что в мире, похоть, плоти, все ясно, все, что относится к нашим, так сказать, будем говорить, органическим, телесным потребностям и вожделениям. Похоть, очей, жажда богатства. И, наконец, гордость житейская. Если хотите, жажда славы и власти. Вот эти три, если хотите, три столпа, на которых стоит весь наш мир. Если вы обратитесь к импульсам развития науки, культуры, искусства, все прочее, вы увидите, на чем все строится, на этих трех столпах. И новый человек. Это уже явление, так сказать, будем говорить, достаточно редкое для нашего грешного мира. Но чем характеризуется здесь состояние этого нового человека? Оно характеризуется прежде всего реальным видением человеком своего состояния. Каково же это мое состояние? Я вижу. вижу. Похвали, мой нос прилип потолку. Поругай, я впал в отчаяние. Сел за стол, уже все, я забыл о всех, всех принципах, так сказать, нормальной человеческой жизни. Мое чрево вопит уже, не могу. Я говорю, молчи, вот еще хороший кусачек, вот еще рюмашечка отличная. И так далее. С какой стороны не подойди ко мне? Я как больное существо, весь в нарывах, нигде не притроньтесь ко мне. Вот это видение этого своего болезненного состояния является первичным признаком пробуждения духовности или духовного состояния в человеке. Преподобный Петр Дамаскин прямо пишет, первым признаком, вы слышите, первым признаком начинающегося, опять первое, здравие души, здравие души является видение грехов своих бесчисленных как песок морской. Это постепенный процесс. Если мы сразу все увидели, мы бы впали в отчаяние. Но по мере правильного духовного развития человек начинает видеть, насколько он беден, нах и нищ без помощи Божьей. Так вот, при понуждении себя к жизни по Евангелию и покаяние в нарушениях заповедей Божьей, вот это видение открывается человеку все глубже. И параллельно с этим видением открывается другое потрясающее. Это помощь Божия, это благодать Божия, которая утешает, дает мир человеку, дает независимость от мнений человеческих, когда человек не будет кричать, ах, Боже мой, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Так, вот эту свободу, еще раз повторяю, радость, если вы посмотрите, первые слова Христа по воскресенью радуйтесь. Великие святые, Серафим Саровский, вот юбилей теперь, как он встречал каждого, радуйтесь. Вы понимаете, и это все проникнуто, наше богослужение, особенно пасхальное, все проникнуто этой идеей радости. Так вот, оказывается, потрясающее явление, которое мы наблюдаем в человеке, исходящем из состояния ветхого мирского, в состояние новое, наряду с все более глубоким видением того, что действительно я представляю собой на самом деле, на самом деле, так, это то, что для другого могло показаться причиной уже полного отчаяния, это как раз является, является основой для приобщения благодати Божией. Вы знаете, нужно обратить внимание на следующее, что составляет существо понятия, которое мы используем постоянно и которое, увы, остается очень часто чем-то неизведанным, чем-то непонятным, выражаясь математическим языком иксом. Это понятие спасения. Вы видите, что такое спасение? Для того, чтобы сказать об этом, нужно сказать вот о чем. каково состояние души человеческой, при котором она может принять Бога? Что это за состояние спасенности? Что это за состояние? И здесь я вам скажу, мы сталкиваемся с картиной христианства, которая ни для одной религии неприемлема. Более того, здесь христианство вступает по очень точному выражению, назову им такой авторитет, что вы прям в восторг придете. По очень точному выражению Фридриха Энгельса христианство возникнув, говорит он, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Кстати, если бы создавали христианство просто люди, оно бы не могло просто вступить в противоречие. В том-то и дело, что оно Богооткровенное. Так вот, и что же здесь говорит христианство? Что говорит Евангелие? Вот если мы посмотрим, кажется, читаем, нас должно поразить, по крайней мере, в данном случае. Вот, один момент. Кто первый оказался спасенным? Разбойник и негодяй. Что такое это? Кого Христос в пример ставит? Матаря и этого обирателя, мошенника, вора, а не фарисея, этого действительно ведущего праведный образ жизни? На кого Христос указывает? Женщина, проститутка, которая своими волосами вытирает ноги ему, омочив их слезами. Он указан на нее и говорит, иди, прощаются тебе грехи твои. Кто спасенных-то, посмотрите! И это на фоне кого? Окружавших его первосвященников, архиереев, священников, книжников, то есть богословов, фарисеев, то есть, ну, в переводе на современный язык лучше сказать монашество. Так? Они же, кажутся, праведники по всем статьям любой религии. Что о них говорит? Лицемеры, змеи, порождение хиднины. И так, это поразительная вещь. Почему? Вот здесь-то мы и видим. Оказывается, состояние спасенности является вот что. Разбойник говорит, помяни меня, Господи, во царствие твоем. Ему никогда и мысли не могло даже возникнуть, что он будет в том царстве. Что вы? Он знает, знает, кто я, негодяй. Это женщина, которая в ногах хвалялась. Могла ли быть у нее мысль, что она какой-то достойна царства Божия? Или тот мытарь, который бил себя в грудь? А оказывается, вот оно состояние спасенности души человека, когда он видит действительно всю, всю потрясающую дистанцию между тем, кем он должен бы быть и тем, кто, кем он является. Вот это видение своего недостоинства, которое выражается другим словом, смирение, вот что такое смирение. Вот это смирение, оказывается, является той прочной основой, на которой только душа действительно может принять с величайшей благодарностью и величайшим смирением кого? Самого Бога. Рукою смирения только подается благодать Божия, только каналом смирения, дверью смирения может войти Бог в душу человеческую. Там, где мы видим свою праведность, свое достоинство, свои саны и звания и прочее, когда мы видим себя не зная кем уже на небесах, закрыта дверь. Я вам скажу, есть ли в Евангелии ирония? Еще какая? Ее мы можем прямо назвать божественной иронией, когда Христос говорит, я пришел призвать неправедников, вы видите, какие там кавычки стоят огромные, а грешников на покаяние. Праведников он не призывает, там бесполезно. И мы видим, воскресил Лазаря, и эти праведники постановили убить и Лазаря, а не только самого Христа. Вот где мы видим существо, если хотите, самую суть христианства. И видите, насколько здесь христианское откровение, откровение действительно вступило в резкое противоречие со всеми представлениями, бывшими, увы, и настоящими. Спросите сейчас, любую аудиторию, кто спасется? Вам сейчас перечислю. Кто? Ну, конечно, одним словом скажем, праведники. И мы скажем праведники, только кто же является праведником в христианском-то смысле, в отличие от нехристианского? Кто? Смирившийся, увидевший себя, познавший себя. Вот, оказывается, познавший своего ветхого человека способен только выйти из этого состояния и начать процесс духовного развития, развития нового человека. Мир же этот, отцы, как называют мир с десятиличным и? У Исаака Сирина есть потрясающие слова. Он говорит, мир, льстец и обманщик. Ух, как сильно сказал! В чем же он льстец и обманщик? Как, в чем? Первое, что это я чувствую в себе, что я никогда не умру. То есть, я знаю, конечно, все же умирают, но я чувствую, что я никогда не умру. Это все другие умирают. Во-вторых, во-вторых, я жду чего-то, чего-то еще, еще жду. Какие мои надежды, какие мечтания, какие планы? И опять, почему? Забываю о том, что я смертное существо. Поэтому всю свою душу практически мы отдаем на что? На вот эту вот плоскостную жизнь, на эту заземленную жизнь. Если хотите, мы уподобляемся в этом отношении с котом бессмысленным. Как было сказано перед потопом, не имать, по-славянски замечательно звучит, не имать, дух мой, пребывайте всех человечеств, за не, поскольку суть плоть, то есть животное. Вот, оказывается, вот, когда мы с вами говорим об этом пути, вы говорите, пути духовного развития человека, только познавший, что он никто без Бога, без помощи благодати Божией. Не в том смысле, что я ничего не буду делать, ах, как я хочу, чтобы у меня сад вырос, буду сидеть, сложив ручки. Нет, когда я тружусь, трудящемуся, и Бог помогает. Вот так. Есть ли в богословии различие между телом и плотью? И если есть, то какое? В аскетике это различие очень хорошо обозначено. Под телом мы называем просто свой организм и больше ничего, который может быть и плотским, и духовным. Тело может стать и плотским, и духовным. Под плотью, разумеется, большей частью, потому что не всегда эта терминология выдерживается у святых отцов. Не было однозначного, особенно у древних святых отцов, однозначного понимания этого содержания, этого, так сказать, понятия, этого термина. Под плотью иногда, разумеется, тело, но это нужно смотреть по контексту. Но, когда вот сейчас мы говорим, в нашем контексте под плотью подразумевается уже не что иное, как, если хотите, совокупность ветхого человека с его страстями. Какими? Три столпа. Я студентам говорю, три СС, что это такое? Они говорят, сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Ну, молодец, говорят, точно, это по авиадорофею. Три СС они знают, два СС мне не интересует. Вот так. Вот это называют плотским человеком или ветхим человеком. мы, к сожалению, не имеем, не приобретаем, я бы сказал, хотя могли бы иметь, не приобретаем того, что, сейчас пока назовем общей фразой, духовного опыта. Мы, к сожалению, совершенно вот слышим, слушаем, и у нас не вызывает никаких ассоциаций потрясающие слова «вкусите и видите, якоб благ Господь». Никаких ассоциаций. Если бы только, говорит Серафим Саровский, мы пережили хотя бы несколько, кто такой Бог, а Царство Божие внутрь вас есть, значит, Царство Божие там Бог. Если бы только мы пережили, мы бы согласились жить сколько угодно в келье, наполненной червями, которые непрерывно бы точили наше тело. Представляете, интересные сопоставления. если бы только пережили вот это состояние присутствия Божия, действия Божия в нас. Так вот, тот, кто пережил, тот написал «желание имею разрешиться и со Христом быть». Не помните, кто это сказал? Ну, еще бы. Один из величайших святых, апостол Павел. «Желание имея разрешиться и со Христом быть». Что вы? Посмотрите, как спешит юноша или девушка на свидание. Как, Господи, только этим и живут, и радуются. Подумайте только, когда мы ощутим эту любовь Божию, когда хотя немного переживем ее, тогда смерть для нас будет не бременем, не причину и страха, а нечто вожделенном. Но, к сожалению, мы не так живем и потому столь боимся. Что нам необходимо знать о душе в загробном мире? Ну, здесь есть много аспектов. Один из них, который, может быть, наиболее полезен для нас, есть, который менее полезен для нас. Там, проблемы вечных мук, так сказать, теоретические вещи. А есть очень полезный аспект. Это тот, который выражается в нашей, ну, даже не столько богословской литературе, сколько в литературе, церковно-благочестивой литературе, в житиях и так далее. Это проблема, то есть вопрос о умытарствах. Это вопрос, я считаю, очень полезный. Особенно он полезен тем, что те образные описания, которые даются нам, там, они, они, ну, не вскрывают суть и дело. А мне представляется, что суть такова. вот мы живем, мы грешим, делаем и добро, делаем и зло, воспитываем в себе страсти, иногда такие, что мы начинаем им служить, и они руководят нами. Возникают в нас разные чувства, очень сильные, но заснули, уже не помним. проходит время, мы уже и забыли там, или о любви, или о ненависти, или о чем-нибудь, и других вещах. Здесь у нас так, тело наше, плоти, тело наше, очень мощный такой буфер, который, в общем-то, довольно здорово сглаживает, как правило. Там наступает ситуация совсем другая, а дело вот в чем. Почему другая? В том, что все страсти, даже те, которые мы называем страстями телесными, на самом деле являются, имеют своим корнем, средоточием и центром душу. Все страсти коренятся в душе. Таково Святоотеческое учение. Тело для некоторых страстей является только инструментом выражения, инструментом действия, инструментом страдания или наслаждения. Сама же страсть коренится в душе. И вот со смертью, когда тело отпадает, как последняя ступень у ракеты или у спутника, так, вот здесь-то и начинается или происходит то, что все, что в нас есть, все добро и все зло, оно начинает действовать с полной силой. Никакого буфера нет, ничего задерживающего. Вот есть зависть, например, дикая, как у Данте написано, так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, то видел бы, как зеленею я. Там уже и зеленеть нечему, тела нет, страсти бушуют, никакого буфера нет. И человек попадает в трагическую ситуацию, когда никто не может ему ничего помочь, и он ничего не может сделать, там отнимается уже вот эта свобода действий, поскольку тела нет, и страсти действуют. Вы теперь понимаете, что такое мука вечная? Попадает в сферу вечности, в отличие от сферы временности, в которой мы живем сейчас, в сферу вечности. И там начинаются огне угасающие и червне усыпающие. Нет ни сна, ничего, страсти. Ну каждый из нас может составить картину действия страсти, мучающие человека. Кто может зависть, кто злобу, кто ненависть, кто возмущение. Как мы возмущаемся, например, от какой-нибудь несправедливости? Просто содрогается буквально человек. Представьте, вот что будет происходить. Здесь у нас это минутные вещи, там постоянные. Вот что начинается по смерти. Теперь мы можем понять, почему с такой силой Господь, апостолы, все настаивают на том, человек, пока ты жив, пока есть время, трудись над собой. Тот человек, который прилагал усилия и боролся с этим, то есть положил начало процессу, начало процессу искоренения страсти. Там он легко справится. Тот, который не только не положил начало, а который культивировал эти страсти в себе, там он оказывается заложником этих пыток. При этом, естественно, поскольку духи существуют, так, то с духами мы соединяемся чем? Духовным своими состоянием. Почему они называются они духами? Своим духовным состоянием. Об этом великолепно пишет Антоний Великий, например, что делая зло мы соединяемся с духами зла. Напротив, делая добро мы вновь воссоединяемся с Богом. Вот так. Так что здесь еще что происходит? Мало того, что эти страсти в нас действуют, еще эти прилипают и разжигают. Знаете, как вот закон резонанса? Помните, когда это впервые мост обрушился где-то в Австрии или где-то? Когда, да, 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 совпадают и все. Так, здесь еще происходит усиление потрясающее. Так, вот когда начинаются страдания постсмертные. Или, напротив, и радость, соответственно, или-или, в зависимости от общего направления моей жизни, где были мои цели, каковы задачи, каковы стремления, вот, какова моя жизнь. Вот оно начинается, что такое мытарство. С одной открывается сам Бог, с другой стороны, дикая страсть. Так, и вот здесь борьба. Кто победит? В человеке. Когда человек отдавался страсти, страсти здесь побеждают, перед лицом самого Бога. Вот это называется так, сорвался с такой-то ступени мытарства. Вот, оказывается, перед лицом чего мы стоим, вот что такое загробная жизнь, вот в том, по крайней мере, разрезе, который для нас очень полезен. с самого начала бытия своего церковь возносит молитвы за умерших. Следовательно, эти молитвы имеют огромнейшее вспомоществующее значение для личности. Могут помочь. Как в походе, кто-то подвернул ногу, мы берем его груз, распределяем и помогаем. Берем его под руки, ведем. Так и здесь все-таки остается эта возможность. Но нужно иметь в виду следующее. Иногда мы так, ну ничего, по молитвам церкви как-нибудь спасемся. Насчет этого Исаак Сирин говорит замечательно. Замечательно говорит. Хотя Гиенна говорит и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней. И никто не знает, какие страдания придется ему перенести там. Какой только сумасшедший наверное может согласиться. Вот там обещают мне царство и славу, но говорят, но тебе придется, если ты пойдешь вот таким путем, то тебе придется попасть в руки садистов, которые с тобой сделают непредставимо даже, что будут делать. Согласен получить царство? Я думаю, что скажут, да нет, а нет ни другого пути, какого угодно, только чтобы обойти их. Христианство и предлагает этот правильный путь, чтобы обойти этот садизм страстей. Вот что такое. Вот поэтому почему так важно знать путь спасения? Почему так важно знать правильный духовный путь? Почему так важно знать, что такое прелесть? Прелесть, то есть заблуждение. Это в высшей степени важно знать. Вот центральные вопросы, которые должны быть для человека первичными. Я все время ругаю по этому богословию. Говорю, занимается она там всякими абстракциями, там, Боже мой, телесно-бестелесно, что Бог делал до творения мира и прочие вещи. Зачем это уже творил эволюционно и так далее? Зачем? Ты скоро это узнаешь же. Очень скоро. Ты даже не знаешь, когда. Очень скоро. По крайней мере, вот как скоро пролетели вот эти годы жизни. Не важно, сколько. Как миг. Так скоро окажется последний миг. И за которым ты увидишь все это и скажешь, Господи, какой глупостью я занимался. Я же теперь все знаю. Ну и что? Надо заниматься. Вот вопрос. Вопрос. Царство есть. Бог есть. Вечная жизнь есть. Так, как мне достичь ее, не попав в руки садистов. В догматическом богословии митрополита Макария говорится о том, что есть первый частный суд и есть второй суд, когда восстанут телеса всех людей и будет преображение. А что есть преображение? Вы что, хотите, чтобы я описал, что такое преображение? Ну, пожалуйста, богословник же все знает. Человек будет с четырьмя ногами, с двумя головами, и прочее. Что такое преображение? Вы знаете, кстати, что Бог именуется красотой? В богословии Бог. Об этом вот опять-таки, к великому сожалению, современное богословие, которое в огромной степени находится под действием западного богословия, вот этого схоластического, обмерщенного богословия, забыло много ценнейших вещей, что Бог есть красота. Европейская культура почему пошла по тому пути? Пошла по пути не свободы, а произвола, забыва о том, что вся суть человеческой жизни – это преобщение к красоте, а не чему-либо. Забыли вот об этих вещах, которые мы сегодня говорили, что плоть-то человеческое, тело-то, оно призвано быть духовным, и даже здесь какие духовные состояния переживали множество святых, переживало, вы слышите, множество святых, внешне-то в чем проявлялось? Поднимались даже на воздух во время молитвы, переходили как по суху ту же самую реку, но это внешне, ничего, они бы сказали, это ничего незначащее, они даже не замечали этих вещей. Главное – внутренние потрясающие переживания, за которые они готовы были отдать жизнь. Великомучник Евстратий, когда с него сдирали кожу и поливали горячей смолой, вдруг поразил мучителей всех, когда воскликнул, мучения эти суть радость рабам твоим. Вы знаете, сколько было в истории, когда мучители, палачи, бросали орудие пыток и заявляли «я христианин». Вот сила, кстати, миссионерства. А мы думаем, что я сейчас выпью, закушу и пойду миссионерствовать. Хорош миссионер, сам не имеет капли духа даже, а он идет проповедовать христианство. Миссионерство возможно только там, где есть хоть капелька действительно христианской жизни. Хочу сказать, что такое христианская жизнь? Там, где совершается христианское добродетель. Что такое добродетель христианская? В отличие от всех других. Знаете, в чем? Искренное, искренное понуждение себя, усилие исполнить заповедь. Исполняя или нет, я очень хотел бы, один человек очень хочет исполнить, чтобы не объедаться. Другой, напротив, только в этом и видит весь смысл застолья. Вот тот, кто искренне хочет и борется насколько это возможно, может быть, далеко не всегда, он-то и совершает эту добродетель, вы слышите? Христианская добродетель – это есть акт понуждения себя, акт усилия. Вот где она. Тогда только с этого и начинается процесс духовной жизни. Что такое преображение? Человек воскреснет не в этом, как выражаются отцы, дебелом теле, а в духовном теле по образу воскресшего Христа. Мы видим, как уже отлично, посмотрите, как он является. То спутником там появляется, исчезает, то сквозь закрытые двери. мы видим вот эти хотя бы некие проявления вот этой духовной плоти, духовного тела. В этом теле все и воскресны. И это тело, как говорят, вы хотите узнать, что такое слово преображение? Ну хорошо, это слава, это свет. Ну как, понять-то и теперь? Ну еще бы. Теперь мы все поняли. Знаем только, что человек будет бессмертным, бессмертным, славным, светоносным, богоподобным. Что все это означает для нашего сердца, для нашего переживания? Об этом опять апостол Павел цитирует. Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовал Бог любящим его. Редактор субтитров